Старт эстафеты был дан на курортном проспекте недалеко от стелы «Подвиг во имя жизни». Машут забега разделился на 17 этапов и прошел по Ривьерскому мосту с выходом на улицу Конституции и снова на курортной. Таким образом, каждому участнику нужно было пробежать определенную дистанцию. Девочкам по 200 метров, мальчикам чуть побольше. Насчитывается более 500 человек. Это 25 наших общеобразовательных учреждений. Включающий вузы и сузы города Сочи. Будет уникальное зрелище, уверен я, потому что ребята будут состязаться на скорости. И поэтому мы, может быть, сегодня увидим новые таланты. Основная идея проведения эстафеты даже не в том, чтобы выявить перспективных спортсменов, но и почтить память участников Великой Отечественной и поблагодарить всех ветеранов за спасенную Родину. Моя бабушка строила военную технику в городе Казахстань. Этот забег я ей посвящаю. И хочу, чтобы все занимались спортом. Так как это очень важно для здоровья. И благодарю всех, кто организовал эту эстафету. По результатам забега лучшее время среди школ показали ребята из 8-й гимназии. Среди СУЗов победила команда колледжа Сочинского госуниверситета. Студенты СГУ также показали лучший результат среди вузов. Победителям и призерам вручили кубки и памятные медали. Остальным участникам достались специальные значки с символикой 70-летия победы. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.